Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, лучевая диагностика у больных меланома используется, как правило, в двух случаях. Первый случай – это НМ-стодирование, второй случай – это оценка эффективности системного лечения. У нас есть пять методов лучевой диагностики – рентгеновская диагностика, ультразвуковая диагностика, КТ, МРТ, радионуклидная диагностика. Со своими достоинствами и недостатками вопрос, что мы выберем для обследования. Остановимся на этом подробнее. Первая – рентгенологическая диагностика. Наверное, в данной ситуации наименее информативна. Как правило, выполняется рентгенографическое исследование органов грудной клетки. Здесь мы видим образование больших размеров, округлой формы, которые мы принимаем за метастазы меланомы. Вопрос – насколько много мы увидим. Если мы посмотрим компьютерную томограмму у двух больных, у первого – множественные метастазы размерами более двух сантиметров. Безусловно, рентгеновский снимок увидит эти метастазы. Но другая ситуация. Единичные очаги округлой формы подозрительны на метастазы. Есть высокая вероятность того, что рентгенография органов грудной клетки данные очаги не увидит или пропустит. Особенно в том случае, если очаг располагается на фоне тени средостения. Пожалуй, когда рентгенологический метод исследования информативнее, чем другие методы лучевой диагностики, это при метастазах меланомы в органы желудочно-кишечного тракта. Здесь она может поконкурировать и с эндоскопическим исследованием. Метастазы могут быть единичные с изъязвлением или множественные. Ультразвуковая диагностика. Считается, что этот метод наиболее информативен в выявлении метастатического поражения поверхностно расположенных лимфатических узлов. При этом ранний признак, который мы видим, это при цветовом доплеровском картировании у нас появляются или локальные участки повышенного кровоснабжения к воскулиризации в лимфатическом узле, или весь узел становится более воскулиризированным, чем другие лимфатические узлы. Гораздо позднее появляются или участки в лимфатическом узле, или сам лимфатический узел становится округлым, у него гипохогенным, у него исчезают гиперхогенные жировые ворота. Это является более поздним признаком того, что данный лимфатический узел поражен метастазом меланомы. Ластометрия гораздо меньше дает информации, чем цветовое доплеровское картирование, но тем не менее в каких-то спорных случаях она позволяет все-таки принять сторону или того, что действительно данный лимфатический узел метастазически поражен или нет. Также ультразвуковая диагностика используется при выявлении метастазов меланомы органы живота и таза. Не совсем характерная картина, гиперхогенные образования в печени, вокруг него при ЦДК, при циталендоплерском картировании повышена восклюризация участка печени. Используются также методы УЗИ с эхоконтрастированием, с использованием контрастных препаратов. Они позволяют более четко отличить большие гемангиомы или атипичные гемангиомы от метастазов. Что хочется сказать о рентген-диагностике и у ультразвуковой диагностике? Наверное, все-таки, если мы не берем поверхность расположенной лимфатические узлы, эти методы менее информативны, чем КТ или МРТ, или чем радионуклидная диагностика. Но, к сожалению, сейчас, наверное, таких исследований становится больше по экономическим причинам. КТ, МРТ и ПЭТ-КТ – это методы более дорогие, и далеко не все пациенты могут позволить себе данные методы исследования. Если мы говорим о компьютерной томографии, тут хочется процитировать нашего профессора Семенова Игоря Ивановича, который всегда говорит, что меланома метастазирует куда угодно и как угодно. Действительно, мы при КТ видим метастазы в самые различные органы. Например, метастаз в грудные мышцы, метастаз в лимфатические узлы подмышечной области, метастаз в плевру, то же самое, метастазы в мягкие ткани, метастаз в поджелудочную железу или же в парапанкреатические лимфатические узлы, метастаз в селезенку, метастаз в печень. Какие только мы метастазы при компьютерной томографии не видим. Что касается селезенки и надпочечников, хочется сказать, что особенно селезенка – это орган, в который не так часто метастазируют опухоли другие. И считается по данным литературы, что если мы видим метастаз в селезенке, то чаще всего мы должны думать именно о метастазе меланома. Также по данным литературы, что метастазы надпочечники чаще дают меланомы, а не почечный клеточный рак или рак легкого. Что касается головного мозга. Как правило, мы видим метастазы меланома в головной мозг даже при исследовании безнутривенного контрастирования. За счет чего? За счет того, что они более плотные. Из-за кровоизлияния в них. Или же мы видим перифокальный отек вещества головного мозга вокруг этих образований. Но бывают более сложные ситуации. В данной ситуации исследование головного мозга, компьютерной томографии головного мозга без контрастирования не позволяет увидеть мелкие множественные метастазы меланомы в головной мозг. Тем более, что вокруг них как такового нет отека или он не выражен отек вещества головного мозга. При введении контрастного вещества уже видно, что появляются множественные участки нарушения гематоэнцефалического барьера, которые мы можем заподозрить как множественные метастазы. При магнитной резоносотомографии данные образования видны уже множественные достаточно четко. Как всегда, у рентгенолога любимое слово «вероятно», любимый знак препинания это знак вопроса. Есть спорные случаи, которые нам трудно диагностировать и трудно интерпретировать. Например, кровоизлияние вокруг метастаза меланомы в легком. Данная картинка не очень похожа на метастаз как таковой. Больше можно подумать о каком-то грибковом поражении. Плотный участок, вокруг которого уплотнение паренхимы по типу матового стекла. Метастаз в эпидемальную оболочку головного мозга, который располагается рядышком с сосудистым, с венозным сплетением в заднем роге бокового желудочка. Что это такое? То ли это какая-то артерио-венозная мальформация, то ли это вариант строения венозного сплетения. Не всегда мы это можем четко ответить. Данная ситуация первичная, меланома слизистых оболочек, поражение прямой кишки. Может быть, ошибочно интерпретировано как рак прямой кишки. У нас единственные, есть какие-то косвенные признаки, которые нас больше ведут в сторону или меланомы, или рака. Для меланомы все-таки более характерно, что это образование, которое большое, экзофитное, растет в полость органа, раздвигая стенки прямой кишки. Растет в основном вдоль оси органа. Если есть поражение лимфатических узлов регионарных, то это, как правило, большие лимфатические узлы. Для рака более характерно все-таки диффузное кальцевидное поражение стенок с выраженной инфильтрацией клетчатки, прорастанием клетчатки вокруг стенки, пораженной стенки прямой кишки. Узелки, как правило, меньших размеров, чем при меланоме. Магнитная резонансовая томография, как правило, используется при выявлении метастазы в органы центральной нервной системы, в головной мозг. Причем часто врач магнитной резонансовая томография, он может четко сказать, что этот метастаз вероятнее всего является именно метастазом меланомы. За счет чего? За счет того, что на Т1-извешенных изображениях данные образования выглядят гиперинтенсивными. Или при кровоизлиянии в них, или за счет содержания в них меланина. Метастазы в эпидемальной оболочке спинного мозга, в оболочке и в сам спиной мозг. Также могут быть не выявлены при компьютерной томографии, но видны при магнитной резонансе томографии. Поражение слизистых оболочек, первичное поражение слизистых оболочек меланомой, меланома влагалища, меланома прямой кишки. Не всегда мы можем отдифференцировать, что же мы видим. Первичную опухоль, первичный меланом глазного яблока, или же мы видим метастаз меланомы в глазное яблоко. Считается, что если не нашли на коже никакое первичное образование, то тут скорее надо думать о том, что это действительно первичная опухоль располагается в данном органе. Но, как вы сами понимаете, возможны всевозможные варианты. Например, предположим, онколог при осмотре не увидел маленькое образование под придатками кожи. Или при травмировании кожи это образование было удалено самим пациентом. Или при удалении этого образования у дерматолога, косметолога это образование не было выполнено гистологическая верификация. Тогда мы можем пропустить первичную кожную меланому и думать о том, что это первичная меланома слизистых оболочек, хотя на самом деле это метастаз кожной меланома. Меланома носовых ходов. Также она без контрастирования практически наверняка будет пропущена при компьютерной томографии. Меланома надгортанника. Радионуклидная диагностика. Как правило, используется позитронно-эмиссионная томография. Метод хорош. Почему? Потому что практически в подавляющем большинстве случаев и первичные меланомы и их метастазы накапливают 18-стородезоксиглюкозу. Благодаря этому мы можем как раз использовать этот метод и при выявлении каких-то скрытых образований, которые не были найдены при осмотре кожи и также для стадирования. Например, прекрасно видны внутрикожные метастазы, которые, скорее всего, были бы пропущены при компьютерной томографии за счет того, что есть локальный участок гиперметаболизма радиофармпрепарата. Также лимфатические узлы. Если здесь паховый лимфатический узел увеличенный, наверняка при КТ бы написали, что есть метастаз в этот лимфатический узел, и это подтверждается данными ПЭТа, то здесь другая ситуация. Узел гораздо меньших размеров подмышечной области, в нем что-то сохраняется похожее гиперметаболизия. ПЭТ, благодаря накоплению радиофармпрепарата, позволяет нам более четко сделать вывод о том, что это все-таки действительно метастаз меланомы в подмышечный лимфатический узел. Что касается перспектив наших методов лучевой диагностики, есть работы, которые посвящены ультразвуковому исследованию первичных кожных меланом. О чем там говорится? О том, что использование ультразвукового исследования с линейным высокоочисточным датчиком, оно позволяет не только измерить глубину инвазию образования, но и увидеть в некотором роде слои кожи, эпидермис, дерму и подкожную клетчатку. Конечно, мы не видим сетчатые и сосочковые слои дермы, мы не можем их по методам ультразвуковой отделить друг от друга, не видим слои эпидермиса, но, по крайней мере, мы можем отличить достаточно крупные слои друг от друга. При этом данные ультразвука, они в чем-то состыкуются с данными, которые получают гистологи при оценке по Кларку, по Бреслову. Плюс мы получаем что? Мы можем ин виво оценить воскулиризацию данной опухоли и насколько выражена эта воскулиризация, поэтому можно оценить прогноз выживаемости у данного пациента. Пока это все наука, в стандарты нигде эта методика не включена. Но что хочется сказать более важно, наверное, даже не усовершенствование наших методик, а сделать так, чтобы все наши методики, все наши методы, они стали доступными для всех больных меланомой и в том числе дорогостоящими. Хочется надеяться, что государство нам в этом поможет. Спасибо, Леонид Николаевич. Вопросы, пожалуйста. Леонид Николаевич, все-таки как ваше мнение по поводу позитронно-эмиссионной томографии, как часто вы будете рекомендовать больным для исследования данный метод. Если честно, то в моей практике не очень большой работы на совмещенном под КТ сканере я никогда не видел меланому, которая бы не накапливала 18-тор дезоксиглюкоза, но по данным литературы такие случаи бывают. Поэтому метод информативен, он выявит метастазов больше, чем выявит отдельно КТ грудной клетки живота и МРТ таза и может помочь выявлении образований на коже, если вдруг они не выявляются при осмотре. Но тогда надо сканировать не просто туловище, а сканировать все тело, голову, шею, конечности, чтобы все это входило в зону на сканирование. И еще раз по поводу исследований головного мозга. Все-таки преимущество это МРТ. МРТ, не то, что вначале говорили, компьютерную томографию. Вы можете на мрте всего тела. Я просто не знаю, что я не расслабшуюсь. Спасибо. Ну, во-первых, мы выполняем мрте всего тела, мы исключаем из данного метода, из выявления метастазов меланомы в легкое. Особенно, если мы говорим о каких-то маленьких образованиях, там, большие образования, больше 3-5 сантиметров, наверняка увидят магнитнорезонанская томография. Что касается маленьких очагов, то магнитнорезонанская томография, выполнение диффузии всего тела, оно их не увидит и их пропустит. Опять же, тоже нету идеального метода, к сожалению. Мы можем делать КТ всего тела, можем делать МРТ всего тела, но это не значит, что у нас не возникнет каких-то спорных моментов, спорных вопросов, которые не получится разрешить другим методом лучевой диагностики. Об этом уже было сказано, об этом спросила Светлана Анатольевна еще раз, диагностика метастазов меланомы в головной мозг. ПЭТ здесь имеет какое-то преимущество? Только ПЭТ с метионином, ни в коем случае не ПЭТ с 18-стор-дезоксиглюкозой. Да, да, как раз об этом и хотел спросить. 18-стор-дезоксиглюкоза, пожалуй, наверное, не имеет никаких преимуществ из-за того, что сам головной мозг ее так хорошо накапливает. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы кому угодно. Спасибо, Леонид Петрович. Спасибо. Спасибо.